здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрит на нашем youtube-канале в серии программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и постоянные ведущие 2 и геннадий пример и сегодня мы не будем говорить о политике вообще потому что то о чем мы будем сегодня говорить выше всякой политики мы будем говорить о ее величестве моде и именно об этом будет с нами беседовать самый известный человек самый большой специалист в этом деле российский французский историк моды искусствовед декоратор интерьеров коллекционер телеведущий почетный член российской академии художеств александр васильев александр александрович вы с нами да я с вами вас слышу достаточно прерывистым голосом а вы меня хорошо слышать да вас очень хорошо слышим и очень рады что вы с нами на связи александр александрович давайте начнем самого простого вопроса в нашей беседе для чего людям модно одеваться почему они должны одеваться именно стильно и модно во первых вашем вопросе есть самоотрицание стиле моды не связаны почти никак есть человек одевается стильно он не обязательно будет одеваться модно если он одевается модно это потому что у него слишком много денег и слишком много времени он хочет на это потратить свое состояние и свои свободные часы но в любом случае каждый хочет сам выразиться и подчеркнуть свою индивидуальность когда-то делается это долларом а когда-то это делается вкусом моду можно купить за деньги вкус это врожденное чувство которое можно развивать или убивать александр Александр Александрович а вот если смотреть фильмы допустим 60-х 70-х 80-х годов европейские американские меньшей степени советские фильмы то в них очень чувствуется мода то есть внешний вид людей как они одеты я имею ввиду допустим 70-е годы это большие бакенбарды это белые костюмы зауженные брюки в талии это большие ботинки то есть мы по фильмам можем осудить о том времени которое показано можно ли у меня такое впечатление что сегодняшнее время оно такое обезличенное то есть нет какой-то вот такой фишки которые бы в нашем времени говорили говорила в одежде и во внешнем виде это нам так кажется а как только так кажется абсолютно полностью не поддерживаю этой мысли кино сегодняшнего дня и телевидение полностью отражает события моды просто возможно вы не сфокусированы на тенденциях сегодняшнего дня где оверсайз унисекс спортивная стиль спорт шик кроссовки лидирует вам кажется что это недостаточно ярко просто вы говорите о фильмах которые шли 60 лет назад 60-е годы это 60 лет назад 50 лет назад затем 40 лет назад и вы считаете что тогда было лучше это был совсем другой стиль вы рассказываете о 20 веке он закончился мы живем в двадцать первом веке сейчас другие ценности сейчас другие требования от моды от одежды от красоты от фигуры от тела и нельзя подходить к моде 21 века и 21 года с точки зрения вашей позиции 20 века я не вижу как одеты вы но по речи мне кажется очень старомодные люди старомодные ну может быть а известно что америка оказала большое достаточное влияние в моде на двадцатый век и огромные это и джинсы да и кроссовки многие а какая с волки бейсболки волки шорты все то что было сделано в моде после второй мировой войны очень часто пришло к нам из америки потому что это было нас продакшен это было массовое производство а европейская мода время зиждилась на индивидуальном производстве с элементами ручной работы но если бы в европе не случился холокост в сороковых годах и не были уничтожены все еврейские портновские организации меховщиков ювелиров шляпников мода приобрела бы другое направление но в ней нет сослагательного наклонения случилось то что случилось действительно до войны производстве одежды огромную роль в европе в частности во франции германии восточной европе в австрии играли лица еврейской национальности они к сожалению погибли в пеплах и в огне второй мировой войны и мода перешла на американские руслы это мое объяснение этих разительных перемен александр александрович а мы сегодня политики не говорим но это не политика эта история да 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 но у меня вопрос именно я просто сказал что о политике мы не говорим но а вот политики на ваш взгляд за последние допустим 50 лет если политики которые о которых вы могли бы сказать что они стильно красиво одевали что они могли себе преподнести вот вот в этом а не то что они там говорили или делали а именно когда вы их видели естественно это в основном женщины политики потому что у женщин это получается лучше прекрасные примеры это жаклин кеннеди это маргарет тэтчер это леди диана в россии бывшем сср это раиса горбачева просто таких фигур никогда не может быть много дело в том что люди причастные к политике к моде как правило не имеют отношения мода считается ветреницей если политик будет слишком явно следовать моде он потеряет свой электорат поэтому как правило люди близкие к политикам особенно если это мужчины не следят за моды всегда идут на я бы сказал несколько шагов за ней и не стараются ввести что-то очень оригинальное вы можете посмотреть это на примерах одежды президентов сша президента франции скажем премьер-министра великобритании даже президента россии они никогда не стараются следить за модой это просто была бы их фатальная ошибка они потеряли бы своих избирателей если они у них вообще есть а какая страна сегодня является законодателем моды таких стран больше нету сегодня законодатель моды интернетное пространство сегодня страны не играют никакой роли мы живем пост ковидном мире в эпоху пандемии сегодня сами идеи путешествия между странами полностью прекращены и люди которые раньше представляли единый мир единую землю идея глобализации которая очень популяризировалась в сша до пандемии сведена на нет и если раньше мы смогли поехать в милан в париж в лондон в нью-йорк последить за этим то сегодня следить нам очень часто абсолютно незачем потому что весь мир стоит можно сказать на коленях перед пандемией ношение масок во многих странах до сих пор полу обязательно очень многие публичные места куда люди выходят и по идее могли бы продемонстрировать свой стиль одежды такие как театры музеи быть выставочные залы наконец показы мод вычеркнуты на долгое время из ежедневной нашей жизни и мы к этому уже не вернемся все что вы меня спрашиваете было бы актуально два года назад я бы сказал да милан да париж но сегодня эти города часто представляют жалкое зрелище из обилие беженцев на улице из-за тяжелой социальной позиции из-за долгого периода всякого рода демонстраций к сожалению мы не можем сегодня сделать такого такого заявления но тик ток это то пространство где сегодня рождается мода но инстаграм это то государство где рождается мода и ее даже не создают как раньше поп-певцы или кинозвезды часто ее создают блогеры довольно примитивно потому что у них даже нету достаточно возможности одеться ведь сегодня одежда покупается тоже через интернет а если вы заказываете что бы то ни было через интернет устройство вы всегда покупаете на один или два размера больше дабы быть уверенным что ваша одежда подойдет вам по фигуре поэтому сегодняшняя и завтрашняя мода будет полностью оверсайз то есть сверх громоздкая мешковатая по-русски оверсайз можно перевести как мешковатая одежда и она всегда будет скрывать те гендерные отличия которые создавали женский силуэт грудь талию бедра которые надолго на мой взгляд как минимум до 2030 года вышли из употребления ведь сегодня все таки сама идея которую мы видим даже в спорте транс гердинг транс гендерности вся идея унисексуальности эта идея которая пропагандируется и через фильм и через олимпийские игры и через повседневность поэтому не расстраивайтесь но это так сегодня модной страны больше нет александр александрович а вот я недавно отдыхал в теплых краях и обратил внимание на такую это называется флорида теплый край никогда не центр моды нет филиал кубинской республики я с вами очень я полностью сам смазан у меня вопрос немножко в другом я обратил внимание на такую тенденцию все женщины подходя к морю океану они были в закрытых купальниках вот у меня вопрос это потому что женщины испугали своего тела красоты своего тела или как этому вообще относиться бикини вернется или это уже все в прошлом нет нет они не вернутся мода сегодняшнего дня находится во власти скорее мусульманских тенденций а тенденция исламского мира это закрыть как можно больше фигуру поэтому бикини вы будете смотреть фильмах для взрослых и в специализированных журналах а на пляже вам больше этого не покажут почему потому что за полтора года пандемии люди не умевшие возможность ходить как мы делали это раньше в рестораны и кафе из-за того что это было запрещено они были закрыты наели себе телеса и женщина не хочет показать свой лишний вес закрытый купальник ей позволяет скрыть ее булки и кардашьян а открытый купальник этой возможности не дают поэтому ради вашего удовольствия никто раздеваться не станет а ради своего спокойствия женщина будет носить закрытые купальники но это же случилось и в мужской моде вы помните ведь раньше мужчины носили плавки а теперь они носят шорты на пляже большие до колена достаточно массивные до синтетической ткани но шорты они потеряли даже идею и желание показать какие-то очертания своего тела и это конечно новое направление которое очень значительно александр садич вот такой вопрос россия знаменита своими композиторами своими писателями своими кино режиссерами актерами особенно балетом но вот в в моде почему-то только дом зайцева и юдашкина известны но как мне кажется ненамного а как вы объясните почему вот в этой области искусства россия не добилась ну скажем какого-то очень высокого уровня как это в литературе например я вам объясню причина только в одном в 1917 году в россии произошла революция в результате в результате этой революции россия лишилась своей элиты общества все те кто потреблял моду и мог ее воспроизвести были либо физически уничтожены либо выбрали эмиграции они оказались в константинополе в париже в харбине в лос-анджелесе или сан-франциско или даже в нью-йорке об этом я написал книгу она называется красота в изгнании она продается в сша под названием beauty in exile это мой бестселлер и скажу вам что эпоха первой эмиграции подарила миру первостепенных дизайнеров из россии если говорить о сша то вы наверняка слышали о бренде олег кассини то возможно не знали что он эмигрант из царской россии вы наверняка слышали о косметическом бренде макс фактор в сша но вы даже не думаете что этот косметолог приехал в сша из резания или например если говорить о парижских дизайнерах то такие знаменитости например как дом моды и тэб ирфей которым руководил феликс юсупов и принцесса княжна княгиня ирина юсупова это такие дома например как дом княгини галицыны который существовал в риме существовали играли большую роль моде середины 20 века но как мода могла родиться в стране где сама идея женственности была отвергнута социалистическим правительством женщина которая жила в сср должна была укладывать шпалы строить дома курятники детские сады они модничать у дел моды был у дел стиляк или редких актрис в кино которые могли себе позволить таких красавиц как наталья фатеева или элина быстрицкая или скажем скобцева или светлана светличная на них можно было смотреть радоваться их внешности и сказать что они стильно красиво одеваются как это делала например виктория федорова или например анастасия вертинская но есть одно очень большое но в двухтысячные годы ситуация изменилась ведь вы давно эмигрировали и возможно вы не следили за этим родилось очень много талантливых домов моды и они сейчас на фоне русском и европейском были заметны однако пандемия не позволит больше вылезать потому что россия знаменита своим стилем а не своими модами то есть русский стиль присутствует везде это стиль который в моде называем стилем анна каренина или стилем доктор живаго это касается меховых изделий будь то из эко синтетического меха или из натурального это касается самой идеи роскоши соединения бриллиантов соболей и жемчугов это касается сапог для женщин высоких шапок это касается например приталенных шуб стиль русский никогда не уйдет но модельеры к сожалению конечно русские пока не покорят мир и надо сказать что текстильная промышленность в россии находится сейчас в плачевном состоянии практически не выпускаются ткани эти ткани всегда импортного производства и очень многие дизайнер которые даже работали в области набивного хлопка например трехгорная мануфактура они эмигрировали в сша и оттуда они создают модели которые потом перепродаются в россии ситуация действительно не очень привлекательная хотя конкурсы молодых модельеров и конкурсы более значимых модельеров постоянно проходят в россии и если посмотреть на тени или моды там очень много имен просто эти имена не доходят ни в какой форме до сша и это естественно между странами сейчас почти железный занавес и этот занавес будет длиться еще довольно долго по моим подсчетам до двадцать пятого года если не до двадцать восьмого александр александрович вот армании версачи карден лагерфельд можно очень многих называть великих дизайнеров художников кто на ваш взгляд был самым или есть самый революционным в этой области странный вопрос конечно не лагерфельд который был прекрасным стилистом и подражал стилистике шанель тут нет ничего революционного конечно не версачи который был образцом мафиозного плохого вкуса конечно же не армании который образец очень хорошего вкуса но скорее буржуазного из тех кого вы перечислили я бы мог бы только сказать о покойнике пьере кардене который кстати умер в прошлом декабре возрасте 99 лет и он был по происхождению итальянец родился он как раз под венецией он очень многое создал особенно в эпоху своего рассвета это были 60-е годы но с тех пор прошло очень много десятилетий и с тех пор было рождено немало потрясающих и революционных дизайнеров среди которых можно упомянуть и жан-поле готье и прекрасного в свое время тири мюглера и крестьяна лакруа но и в америке есть талантливые и очень передовые дизайнеры и если говорить о корифеях америки то это конечно чарльз джеймс который творил среди не века в америке на мой вкус это самый великий американец который создавал потрясающие вещи и находился на топовом мировом уровне александр александрович мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу не отключайтесь я надеюсь что будет все замечательно через пару минут мы вернемся в эфир спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго сам популярный радиостанция на среднем западе сша и и ведущий эдуард брумер и геннадий пример мы продолжаем беседу с человеком который о моде знает все с историком моды и коллекционером членом академии художеств александром васильевым александр александрович рад вас ведь слышите александр александрович а есть такой есть такой фраза такая вы не любите одного француза при том что францию вы обожаете насколько знаю но есть один француз по фамилии месье де простак вы его не знаю такого это 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 иронически я слушал вашему интервью это шутка да 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 вы сказали что вам не нравится месье де простак и и фраза простенько но со вкусом как вы к этой фразе относитесь ну почему это может быть ведь я бы сказал стиль минимализм один из ведущих стилей моды 21 века это все-таки основана как раз он основан на простоте я не считаю что простота в моде дурна она просто может быть как бы в чикаго у вас не так прочитывать потому что я преподавал у вас в чикаго я знаю что дамы особенно любят вычурность в одежде но я их прекрасно понимаю не за не не для того они эмигрировали в сша чтобы одеваться просто им надо всячески подчеркнуть свое благосостояние поэтому у вас в рекламе вот я слышу ювелирные салоны скажем кухня с гранитом это говорит о том что публика стремится к этому буржуазному лоску а не к простоте ничего в этом плохого нет люди хотят подчеркнуть что они попали в миграцию не попусту и деньги заработали александр александрович вот если вспоминает советский союз и продолжая вот то что геннадий говорил была такая французском союзе и дешево и сердит а вот как этой фразе вы относитесь ну во первых союз советский союз к счастью для нас всех сгинул 30 лет я понимаю что вы все время хотите апеллировать каким-то старым реалиям к моде 60-х 70-х фильмом 60-х 70-х к модельером прошлого цитируете мне то кардена то лагерфельда это все давно ушло и прошло но дешево и сердито тоже неплохо я не понимаю суть нашей беседы вы хотите чтобы я отвечал с юмором да и с удовольствием с юмором тоже нет я люблю я люблю покупать одежду которая мне обходится недорого я знаю где это делать я знаю аутлеты я знаю скидки как мы все и я всю жизнь переодеваюсь потому что я работаю на телевидении и наши программы модный приговор записывается по 4 в день и мне надо переодеваться в день 8 раз как правило в очень яркую телевизионную одежду который в жизни никогда не ношу но на телевидении она хорошо смотрится на экране и поэтому в жизни мне одежда вообще не очень нравится я не фанат гардероба и у меня нету никакого элемента бренду мани в моем гардеробе я совершенно не гонюсь ни за какой маркой потому что марка я сам мне достаточно прийти и меня узнают большинство людей и потому что только в инстаграм вот я надеюсь у меня сегодня прибавится из-за вас подписчиков у меня почти полтора миллиона подписчиков я уверен что ваша программа даст мне возможность получить и есть чикаго моих поклонниц в основном женского пола и может быть каких-то мужчин поклонников еще немножко и и вы тоже прибавитесь конечно обижать ко мне мне будет это очень приятно мы можем общаться еще чаще и больше если говорить о чикагской моде то я лично большой фанат одного чикагского бренда который существовал в средине 20 века это знаменитый чикагский шляпник который назывался без бен в два слова пишется без бен это великолепные шляпные изделия и если кто-то из наших слушателей какое-то имеет отношение к винтажу какое-то имеет отношение коллекционированию блошиным рынком каким-то распродажам обратите внимание на этот уникальный чикагский бренд это стоит много и это настоящий стиль вашего очень красивого города потому что если говорить об архитектуре я считаю что чикаго один из самых красивых городов сша и я лично очень люблю скульптуру мештровича и даже вот скоро поеду специально в хорватию потому что там находится музей вашего знаменитого скульптура мештровича хорвата который построил так много скульптур в чикаго александр александрович я объясню почему у нас такие отсылки к прошлому а потому что как нам кажется с геннадием а раньше потому что вам много лет потому что вы старомодные два брата и вы живете старыми реалиями я ваших годах не 62 года но я совершенно не живу реалиями прошлого я очень интересуюсь современностью и среди современных дизайнеров я просто вспомнил в россии сейчас особенно ярко запоминается ульяна сергеенко который одно время со мной работала с сестры рубом и очень талантливый дизайнер кирилл гасилин и дизайнер терехов для россии эти имена много значит но я понимаю что коммуникация нарушена и они не могут так быстро коммуницировать с вашей частью диаспоры которая оказалась ну вдруг на другом континенте в других реалиях просто нам кажется что раньше в одежде вообще в моде было больше разнообразия в цвете а сейчас как нам кажется вы нас поправьте нам поэтому интересно сами беседовать что сейчас больше не специалисты мы поэтому с вами и беседуем на на интересного нам кажется сейчас больше серого чем какого-то такого найти цветного интересного разнообразного не думаю я считаю как раз что буду сегодня очень цветаста но если говорить о сером цвете то в 2021 году институт понтон это тот институт который в мире отвечает за цветовые сочетания выдвинул два цвета желтый тон омлета немножко как стены в отеле в эстонии в перну где я сейчас нахожусь и серый цвет обилие серого цвета это дань моде в этом сезоне серый цвет считается топовым и самым модным если вы его видите так много вокруг себя в чикаго это значит что вы встречаете много модных людей но из-за неосведомленности вам даже это не кажется модным вы думаете что они все в сером ходят это потому что они модничают александр а давайте перейдем к женщинам вы большой давай поклонник скажем так аксессуаров камни металл золото серебро а что важнее для женщины вот вот у меня есть жена ей нравится и камни и золото а в чем приоритет приоритет хорошей фигуре 21 век совершенно не ценят ювелирные изделия сегодня ювелирика не топы продаж ни в какой области и чтобы одеваться стильно сегодня надо иметь спортивную фигуру поэтому начните с диеты начните с занятием фитнеса начните с бега начните с хорошей фигуры и снимите излишки веса это очень сложное дело я сам страдал этим я прекрасно понимаю как с этим очень трудно всем расстаться лучше подумайте о модной оправе очков для жены лучше подумайте о модной стрижки и популярном цвете окраса волос но не думайте о том что золото кого-то сегодня может украсить или как-то развеселить пускай ее стиль передается может быть через какие-то определенные камни которые будут характеризовать ее но чикаго напомню вам довольно опасный город где очень много афроамериканского агрессивного населения если вы не хотите что вас ограбили не носите золото на улице и не раздражайте никого я хотел бы перейти вот вы только что говорили о диете о фигуре вы очень часто последнее время на пространстве ютьюба а популяризируйте этикет потребление пищи а почему так важно с какой стороны находится ложка вилка как сервирован стол как чего я обещаю объясню если мы хотим быть дикарями и прослыть дикарями можно продолжать есть пластмассовой ложкой все на свете покупать пиццу на вынос и есть из бумажных тарелок но если вы хотите сделать вашу жизнь праздником подумайте о скатерти о хорошем фарфоре о хорошем стекле хрустале для меня дом это большой институт много работ я заработал на несколько домов и квартир в разных странах мира в частности во франции прибалтики в турции в россии и я стараюсь каждый раз посещать их и делать из них события когда я принимаю гостей когда я вхожу в мой интерьер как я выбираю мебель как я выбираю живопись и я вам советую больше сконцентрироваться на этой части жизни это не только ваш способ жить это не только ваш стиль но это инвестиции которые вам пригодятся когда вы будете оставлять что-то своим потомкам детям или внукам собирайте живопись собирайте скульптуру собирайте хорошую посуду и гоните из дома мещанство это то что делает людей одинаковыми не не интересными и не привлекательными это мое личное мнение александр александр вот сегодня готовясь к программе я сказал своей жене что у нас в эфире будет александр васильев и был очень приятно удивлен ее реакцией она ведь очень много лет живет будем давить больше 40 лет я за модный приговор то есть она а периодически смотрит вашу программу скажите в модном приговоре а можно человека научить одеваться красиво стильно интересно чтобы это было не только в программе но и уйдя в свою обычную жизнь человек продолжал также одеваться красиво модно интересно отвечу скажите пожалуйста можно научить человека говорить по-английски за 45 минут за 45 минут нет но можно его заинтересовать точно так же точно так же нельзя научиться человеку хорошо одеваться за час нашей программы но регулярно смотря ее безусловно можно получить какие-то базовые знания для того чтобы впредь не делать роковых ошибок это очень важный факт но рассчитывать на скоростной курс хорошего вкуса рассчитывать на скоростной курс стиля невозможно было бы совершенно неправильно утверждать что придя на программу мне все все объяснили никто не может объяснить вот видите ваша супруга живет в сша 40 лет приблизительно столько же сколько я живу во франции я иммигрирую во францию восемьдесят втором году наверное как и ваша супруга которая приехала восемьдесят первом году так вот к чему я говорю у меня мне понадобилось лично десятилетия для того чтобы понять многое о французском стиле жизни о сервировке стола об интерьере о манере общения и это действительно очень долгий мучительный процесс не на надо думать что в программе модный приговор за один час можно сделать все но зерно посадить можно и объяснить в чем основные ошибки каждого человека тоже можно а вопрос а может мужчина быть модником особенно после 50 нет нет потому что если мужчина себе задает этот вопрос может ли он быть модником после 50 это значит что он так много в жизни уже упустил что сейчас ему это просто не наверстать ведь для того чтобы быть модником реально надо иметься чем баку бюджет мода создана исключительно для богатых бездельников для тех кто хочет тратиться на это для всех остальных просто одежда или стиль если он индивидуален вот к сожалению у видео камера почему-то настроена только на меня и и в возможно вы меня видите я вас не вижу я даже не могу оценить с кем я сейчас разговариваю и насколько вы стильны и модны или ничего похожего это примет какая-то мы перезвоним александр Александрович мы с вами свяжемся после эфира уже по-другому и вы мне все покажете да конечно замечательно замечательно поэтому я вам конечно хочу сказать следить за модой надо начинать в 16 лет в 14 лет они в 50 если вы пока не уследили то сейчас это конечно немножко поздно но сократить количество цвета вы можете не носить слишком много расцветок слишком яркие вещи слишком какие-то кричащие формы это вполне возможно и найти наконец те цвета которые идут вам в первую очередь цвету ваших глаз цвету ваших волос вашей комплекции это все возможно что такое русская мода и вот знаете нам часто показывают москву санкт-петербург а вот вся россия это какая мода как одевается сегодня россия и даже провинция насколько я знаю вы это видите однозначно нельзя ответить на этот вопрос но я вам расскажу что я думаю а в россии модой особенно интересуются женщины и гораздо меньшей степени мужчины главная причина обилие женщин в россии по официальной статистике женщин больше на 11 миллионов это очень серьезно и и между женщинами существует очень явная конкуренция а так как часто успех женщин в обществе зависит от удачного брака или удачной авантюры любовной авантюры с чиновником ли и с богатым бизнесменом с политиком ли или с военным ли то очень многие женщины пытаются сделать себя более яркой и более красочной в россии очень популярны накладные ресницы до пандемии надутые губы с помощью специальных средств пластические операции накладной маникюр в свое время каблуки короткие юбки то есть провокативный стиль провинции достаточно ярок среди женщин потому что многие думают что встреча может случиться и на улице и на остановке и в микроавтобусе и в электричке женщины в россии почти всегда одеваются как на праздник если они отправляются на работу если они отправляются на рынок если они отправляются в магазин потому что охота на мужчин в россии очень очень развита вопрос целомудренности и морали не стоят никак и главная причина в том что мамы которые как правило воспитывают своих детей в неполноценных семьях то есть без мужа матери-одиночки это распространенное понятие в россии считают что если они совершили какие-то ошибки то их дочь точно их не совершить и они часто толкают своих детей на занятия в школе моделей в школе гимнастики в школе танца для чего для того чтобы их фигура стала более грациозна и они выглядели как товар это все то что описал островский беспреданница все то что а гудалова хотела сделать со своей дочери возьмите мою дочь это красивый товар с моей лизой настей аней вы будете счастливы но как правило отношение к женщине как к товару очень неверно и поэтому мода в россии часто направлена не на интеллектуальную моду как на западе где женщины редко красятся во всем случае в европе редко причесываются и точно не носят провокативные одежды потому что они не хотят быть обвиненным в вульгарности в россии это присутствует да в русской моде в женской вульгарность существует я не могу сказать что она доминирует но она есть и она очень явна поэтому редко это является правильным примером для молодежи но заметьте многие дамы снизили возрастной ценз и начинают своих девочек дочерей учить этим премудростям восемь в десять лет они им уже красят глаза они им подкрашивают губки они их переодевают в сексуальные наряды это конечно приводит и к печальным последствиям одной из печальных последствий таких переодеваний педофилия которая в россии очень распространена в разных слоях общества потому что девчонки соблазнительные а мужики наивные они считают о хорошо идет девочка наверное ей лет шестнадцать а ей только двенадцать это все достаточно ужасно и я конечно противник этого но мое мнение здесь не должно засчитываться я понимаю как женщинам трудно и они все время хотят превратиться в товар для продажи это грустно своим образованием они не достигают таких же высот как те высоты которые они достигают благодаря своего своего благодаря своему телу когда они знаете неделя романа с олигархом им покупает квартиру в центре города воронеже или тамбова александр александр две минуты буквально остается к великому сожалению потому что очень интересно спасибо модельному бизнесу все возрасты по покорной модельному бизнесу пришел конец дело в том что идея показа мод умерла с пандемией почти все показы отменены и модели оказались невостребованы за полтора года сидения дома люди так располнили что я который имеет прямое отношение к моде столкнулся с тем что рекламщики белья не могут больше найти моделей кроме стиля оверсайз потому что девочки не были востребованы полтора года и они наели себе попу и животы и еще другая интересная вещь что сегодня мода часто продается и для людей третьего возраста то есть старшей возрастной группы и очень востребована в этом сезоне седина и поэтому женщины за 70 с седыми волосами но ухоженной фигурой и красивым лицом находят себе место в модельном бизнесе в частности в рекламах в рекламах обуви крема белья пищевой добавки диеты фитнеса чего угодно поэтому все модные агентства которые продолжают существовать во франции в англии и даже в сша берут большое количество пожилых людей на кастинге поэтому все слушатели вашей программы все те которым за 70 не теряйте надежды если у вас хорошие фигуры седые волосы пошлите ваши фотографии в кастинг агентств и возможно вас возьмут для каких-то рекламных съемок Александр Александрович огромное спасибо вам за это интервью пожалуйста оно было очень интересно мы желаем вам удачи здоровья всего самого наилучшего бодрости оптимизма и не прощаемся всего самого лучшего всего доброго до свидания